Экзамены для воспитанников Кузнецкого отделения областной школы Олимпийского резерва по плаванию – это ежегодные испытания. Его прошли около 90 человек. Это учащиеся шести групп. Для ребят, занимающихся в плавательной секции 2 и 3 года, переводные экзамены – это возможность показать, чего они добились за время тренировок. Важным испытанием это стало для малышей. После сдачи экзаменов детям выдается удостоверение переводное. То есть они переводятся на следующий год. Ну, успешно. Сдали практически все, несколько человек, которые не сдали. Но это как бы… Если ребенок работает, то он сдает, конечно, экзамены. А если нет желания, то экзамены как бы не сдают. Для малышей это было 100-метровка проплыть после первого года обучения. После второго года обучения 200 метров комплексное плавание. Комплекс включает в себя все четыре вида плавания. Ребятам из старшей учебной группы давалось право выбора. Экзамены они сдавали на том виде дистанции, где показывали наилучший результат на протяжении всего учебного года. Это на подтверждение разрядов. То есть те разряды, которые они показывали. И несколько человек даже показали результат, которого, можно сказать, не ожидали еще мы. Потому что они как бы работали в течение года и на экзаменах выполнили второй взрослый разряд. Сейчас тренировки проходят в обычном режиме, поскольку в этом году бассейн «Нептун» продлил срок работы до 15 июня. Юные пловцы готовятся к первенству города Пензы на призы олимпийской чемпионки Натальи Сутягиной. В этом учебном году они собрали значительную коллекцию призовых наград. Букина Дарья занимала третье место на открытом первенстве города Пензы по плаванию, посвященную Дню Победы. Потом Пескунов Андрей занял второе место. Ну и так, и проводятся соревнования, которые внутри школы. Там много тоже детишек. Но это начальная подготовка. 15 июня бассейн «Нептун» закроется на текущий ремонт. По словам Ольги Яйхиной, отсутствие тренировок летом сказывается на результатах в учебном году. Этот недостаток будет компенсирован проведением двухнедельных тренировочных сборов в Анапе. До конца недели ребята продолжат тренироваться в «Нептуне». До 15 июня бассейн открыт для всех желающих. С 8 числа по договоренности с образовательными учреждениями будут проводиться занятия для детей, посещающих пришкольные лагеря. Бассейн «Нептун» работает в июне до 15 числа. График работы прежний с 8 до 22.